В Сургуте, а это значит в рубрике у наших восточных хмао-соседей, в тамошнем парке, называемом за Саймой, неподалеку от храма святого великомученика Георгия Победоносца, что на университетской улице, ну в общем в самом центре города, был замечен голубь, несущий свой крест. Что возле православного храма, в общем-то, и не сенсация. Вот ежели бы такой пернатый крестоносец был замечен в лесу, то да. Хотя кто-то и тогда бы сказал, да по-любому это голубь-отшельник. Говорить о том, что это крещеная птица, ну это, пожалуй, богохульство, ведь спасаются только те, у кого есть душа. Нет, просто кто-то нацепил на голубя нательный крестик, хочется верить, не свой. Может по приколу, а может и со смыслом. В интерсети, например, вызрело такое мнение, что этот крестоносец с клювом раздает окружающим православную веру, ну типа как вай-фай. Из Библии известно, что голубь это птица света. Ну в смысле, божья птица, избранная. Два известных факта. После окончания всемирного потопа именно голубь принес Ною, читая всем выжившим людям, оливковую веточку, тем самым показав, что вода уходит и где-то уже проклюнулась суша с растениями. Ну и во время крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан на него сошел Дух Святой опять-таки в виде голубя. Так что думается уж кто-кто, а голубь-то точно заслуживает того, чтобы носить крест. Иисуса Христа в водах реки Иордан на него сошел Дух Святой. Иисуса Христа в водах реки Иордан на него сошел Дух Святой.